В 2013 году Владимир Путин запустил в Тобольске полимерное производство мощностью 500 тысяч тонн полипропилена в год. Самый крупный инвестиционный проект российской нефтехимии на то время. И вот сейчас введем в строй ЗАПСИП «Нефтехим» – куда более масштабное и значимое предприятие. На стройке площадью в 460 гектаров трудилось 28 тысяч человек, возводя завод, входящий в пятерку самых масштабных в мире производств по базовым полимерам. В данный момент мы находимся на линии фасовки. Как вы видите, процесс фасовки и отгрузки полностью автоматизирован. Хотелось бы еще отметить, что по полипропилену мы занимаем второе место по импорту в страны Европы. И мощность логоплатформы по отгрузке в грузовых контейнерах сейчас составляет порядка 300 контейнеров в сутки. За 10 месяцев до 2020 года ЗАПСИП «Нефтехим» уже выпустил свыше миллиона тонн полимеров. Из Тобольского полиэтилена, помимо труб для ЖКХ, производят пленку и упаковочную тару. Из полипропилена – защитные медицинские маски, эпидкостюмы, шприцы – так необходимые нынче. Кроме всего прочего, новый завод – это еще и импортозамещение на отечественном рынке полимеров. Предприятие применяет технологии, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду. На комплексе ЗАПСИП «Нефтехим» применяются самые современные не только технологические, но и экологические решения. В частности, это безотходное производство печей пиролиза, это постоянный контроль воздуха, это пылегазово-лавливающее оборудование, это замкнутый водооборотный цикл без сброса отходов воды в окружающую среду. Значительная часть доходов бюджета Тюменской области формируется налоговыми отчислениями тобольских предприятий «Сибура». В 2017 году, благодаря такому якорному налогоплательщику в Тюменском регионе и реализации программы ЗАПСИП «Нефтехим», был дан старт социальной программе «Тобольс-2020», которая охватывает с собой реализацию более 40 инфраструктурных объектов всех сфер жизнедеятельности, начиная от образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, ну и, безусловно, городской среды. Программа реализуется при поддержке правительства Тюменской области и администрации города. По итогам прошлого года Тобольск занял 16 место из 153 в рейтинге Минстроя России по уровню комфорта для проживания. Еще один масштабный проект, реализуемый «Нефтехимиками» совместно с областным правительством строительства аэропорта. Первый технический рейс был выполнен в марте, сейчас возводится аэробокзал. Начать регулярные пассажирские рейсы планируется в 2021 году. Анастасия Терехова, Тобольское время.